Как оказалось, в нашей стране довольно жесткие требования к водителям автобусов. И теперь их планируется осмягчить. Если раньше стаж у потенциального водителя должен был быть не менее 5 лет, то сейчас как минимум 3. Планируется снизить и возраст с 25 до 23 лет. По мнению депутатов Сената, такие поправки в закон помогут разрешить вечную проблему повышенного спроса на водителей категорий D и D1. Например, в одной из кустанайских компаний, который занимается пассажирскими перевозками, дефицит кадров наблюдается постоянно. Уже более 6 лет. По словам Юрия Панасенко, предлагаемые изменения помогут решить вопрос кадрового голода в этой сфере. Более 70% управляет общественным транспортом в городе Кустанай, в частности нашей компании, люди в возрасте от 50 и старше по час и уже пенсионного возраста. Что сказывается на усталости водителя, соответственно, концентрация внимания и так далее. Мы ждем положительный эффект, что к нам будут приходить водители, которые естественным отбором мы будем отбирать и, соответственно, останутся в нашем автохозяйстве. Самат Исенов возит пассажиров по маршруту номер 13 уже 20 лет. За эти годы, говорит мужчина, привык к своему автобусу и работе. Признается, что только иногда устает из-за длинного рабочего дня. Водителей вообще не хватает. За последние уже лет 5, наверное, ни одного молодого водителя не пришло. Все вот то, что остались. Костяк у вас, да? Костяк, да, больше. Но новых молодых нету никого. А вот даже 25-летних нет? Нету, нету, нету. Надо немножко прослаблять немного, учить как-то, бесплатно учить надо детей. Потому что сейчас не каждый тоже… На такую работу не каждый пойдет. Самат и его коллеги считают, что планируемые изменения смогут помочь разрешить проблему с недостатком водителей автобусов. Хамзан Урпиисов, Алина Альмишева, РТН.